Девушки отдыхают Полковник Курт Хансен мертв Повторяю, Курт Хансен мертв Это черный день для Доктал Полковник погиб так же, как и жил С оружием в руках Те, кто виновен в его смерти Должны... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Чёрный заслон решил меня запереть Подключиться ещё раз или найти другой путь Отчего ты бежишь? Не отрежай Ты пытаешься отсрочить неизбежное Продолжение следует... Кабели ведут к распределителю Может как-то его сломать На одном окне опущены ставни На полу осколки стекла Ты отказываешься сдаваться Хотя тебя предали все Может ты бежишь? Потому что боишься узнать правду? Нет! Не слушай, что они говорят Кабели 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 Подтверждаю. Готов отключить ее по сигналу. Держись, мелкая. Все будет хорошо. Кто вообще? Водорогие закрепил ее. Готовергия. Продолжение следует... 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 Блин, ничего себе! Вы... Откуда вы узнали? Загадывай желание и задувай свечи, козерог. Надеюсь, оно сбудется. В отличие от гороскопа. Соми, это ты? Соми, это ты? Иногда я открывала окно, садилась на подоконник и просто слушала, что происходит на улице, как живут люди. Это почему-то успокаивало. А теперь я не слышу и не чувствую ничего. А ты? Это же не более чем проекция. Одна из многих. Многих? Я видел тебя с Ридом, с Майерс. Видел твое прошлое. Ты не помнишь? Нет. Черный заслон поглощает меня. Я чувствую, как растет пустота. Я заполняю ее воспоминаниями. Но они их разрушают. То есть ты использовала нашу нейронную связь, ресурсы биочипа и вычислительную мощность ядра, чтобы перенести нас в свои цифровые чертоги разума. Это безопасно? Для тебя, да. Для меня. Одна версия. Меня спасает тебе жизнь. Другая сейчас. Говорит с тобой. И еще одна умирает. Но это не чертоги разума. А что тогда? Моя квартира в Бруклине. Я тебе рассказывала. Помнишь? Да, ты что-то говорила про нее. Для тебя она была настоящим домом, где безопасно. Только всего этого нет. Я совершила столько ошибок. Принесла другим столько горя. Но здесь. Это было не важно. Я дала себе последний шанс. А ты забрал его у меня. Почему? Ты обманула нас. Предала всех, кто тебе верил. Так вышло. Я не хотела работать на них. Я... Ты видел, какой я стала из-за них. Видел, что я потеряла Аккер. Я помню, что сделала. И какую цену заплатила. Ты не знаешь, насколько мне жаль. И как мне сейчас больно. Зоми? Зоми. Зоми. Продолжение следует... Блядь, одной секунды не хватило. Блядь! Эй, давай потише. Люди спят вообще-то. Да пошел ты нахуй! Все, блядь, идите нахуй! Нихуя себе! Первая работка больше денег, чем у нас всех. Вместе взятых. Как тебе такое? На что потратишь гонорар? Увидишь. Свалишь из этой дыры? Ну нет. С такими деньгами можно куда угодно уехать. Ты же говорила, тут скучно. Народ унылый. Одно разочарование. Ты мое главное разочарование. Я просто тебя делаю. Открыто. Какого хера, Соми? Я тебе три дня не могу дозвониться. Не волнуйся ты так. Все под контролем. Это сейчас серьезно, блядь. Ты на прошлой неделе прямо в кресле вырубилась. Я всю ночь следил, чтобы ты ласты от перегрева не склеила. Тебя никто не просил, если что. То есть надо было тебя бросить? Слушай, я получила заказ. Мега важный. Если все сложится, я буду первой. Войду в историю. Мне надо сосредоточиться. Это требует времени и тишины. Ты теперь все время так говоришь. И что это значит для нас? Хотя, знаешь, похуй. Мне надоело. Я проиграла, да? Все, что я делала. Все, кого ранила. Все было зря. Все было напрасно. Я понимаю, что значит бороться со смертью. Но от ошибок никто не застрахован. Мы собираем свою жизнь из осколков и склеиваем их, чтобы найти в ней хоть какой-то смысл. У нас все впереди. И у тебя, и у меня. Вы... Просто я... Я должна тебя. Вы прикалываетесь? Никуда я с вами не пойду. Вы хотите, чтобы я бросила свой дом? Своих друзей? Все, что мне дорого. То, что я тебе предлагаю, намного важнее. Да, конечно. Я пас. Подожди. Если за тобой придет Дозор, что будет с теми, кто тебя любит? Кто дорожит тобой? Дозор узнает, кто одолжил тебе деньги на Деку. Кто пустил тебя в подсеть кафе на первом этаже. Пойми, кроме меня, никто не защитит ни тебя, ни твоих друзей. Но если хочешь их подставить, пожалуйста. Решили перейти на шантаж? Вы плохо меня знаете. Я знаю таких, как ты. И знаю, что ты ответишь. Тебе просто нужно разобраться в себе. Я думала, что знание будущего подарит мне чувство безопасности. А стоило подумать о прошлом. О том, что я потеряла. О многом и многих. Я наделала столько ошибок. Ви, всех не сосчитать. Идеальных людей не бывает. Я тоже успел всякого натворить. Да, ээээ... Ну да, какие демоны... Некоторые ошибки не исправить. И что? Разве это повод перестать за себя бороться? Прошлое не изменишь. С некоторыми событиями нужно смириться, чтобы идти дальше. Значит, так и умирают? Наедине с воспоминаниями? Я не дам тебе умереть, Соми. Мы выберемся отсюда вместе. Спасибо. Я оставлю этот момент в памяти. Как будто я снова дома. Вместе с другом. Когда все померкнет, в последнюю секунду я вспомню, что была не одна. Что происходит? Черный заслон. Счет идет на секунду. Что? Соми, где? Ядро. Найди меня там и... Помоги мне. В последний раз. Ви, меня? Слышу, Рид. Ви, наконец-то. Черный заслон перестал блокировать связь. Направляюсь к тебе. Соми с тобой? Да, здесь. Живая. Хорошо. Позаботься о ней я скоро буду. Мы ее спасем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Соми. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Я так его и не получила, да? Второго шанса... Побереги силы, Соми. Рид будет здесь через минуту. Ты справишься. Нет. Они меня не отпустят. Я... Я теряю себя, Ви. Помоги мне. Соми я... Я пыталась сама. Не хватает сил. Пожалуйста. Убей меня. Я умру быстро. Все кончится. А как же нейроматрица? Она может вылечить и тебя, и меня. Держись. Все будет хорошо. Нет. Мне уже не помочь. Черный заслон... Почти поглотил меня. Смерть. Мое единственное спасение. Пожалуйста, Ви. Соми, я не могу. Это не выход. Это... Единственный выход. Умоляю тебя, Ви. Я... Я не могу, Соми. Ты же знаешь, что мне нужна нейроматрица. Возьми ее, когда я умру. Она работает. Пожалуйста. Фру откажется помогать мне с ней, если я не верну тебя живой. Мы так договорились. Нет. Стой. Лучше... умереть. Чем-то, на что ты... обрекаешь меня. Соми! Все хорошо тебя вылечит. Скоро ты отдохнешь. Ты за всю дорогу ни слова не сказал. Что тебя гложет? Не знаю, вы. Не знаю. Не стоит винить себя во всех грехах, Рит. Главное, что она жива, и мы живы. Мы поступили правильно. Мы привезем ее туда, где ей помогут, но у меня... У меня перед глазами стоит картина, которую я никак не могу прогнать. Мы сидим в машине, выезжаем из Бруклина. Она даже не оглядывается. Не плачет, не грустит, говорит мне. Похоже, ты спас мне жизнь, но я слышу по голосу, что она сама в это не верит. Сказала бы, она так сейчас. Готовьтесь принимать пострадавших. Меня только одно тревожит. Соми сказала, что ее уже не спасти, что никакое лечение ей не поможет. Она ошибается. У нас работают лучшие хирурги в мире. Мы что-нибудь придумаем. Мы с ней в одной лодке. Нам осталось жить не так много. Надеюсь, ФРУ сможет нам помочь. Конечно. Встаньте вон там. Выйдите из машины, пожалуйста. Не переживай. Если что, я буду с тобой до самого конца. Пожалуйста, выйдите из машины. Рид. Давайте, вышли из машины. Быстро. Отставить, блядь. Не видишь, ей нужна помощь. Ви, возьми ее на руки. Без проблем. Вот здесь, сэр. Легче? Территория оцеплена. Посадку разрешаю. Территория оцеплена. Посадку разрешаю. Не волнуйся, Соми. Мы поможем тебе встать на ноги. Заберите ее, пожалуйста. Ви, президент хочет с вами поговорить? После того, что случилось, я вам даже руки не пожму. Как угодно. В любом случае, тебя стоит поздравить. Работа выполнена. Ви, ты рисковал жизнью, чтобы помочь мне и всей нашей стране. Это заслуживает поощрения. Я это делал не ради того, чтобы получить медальку. Я пытался спасти свою жизнь. Ну что ж, хорошо. Тем не менее, благодарю тебя за помощь. Твой подвиг не будет забыт. Ну, в чем дело? Вы уверены, что сможете ей помочь? Не переживай. Ее отправят в лучшую клинику и передадут лучшим врачам на континенте. Надеюсь, так и будет. Очень надеюсь. Вы с Ридом спасли Суми жизнь. Это сложно оценить, но я постараюсь. Ладно, хватит уже. Давайте отбросим формальности, закончим этот спектакль и отправим папарацци по домам. Уверяю тебя, информация о нашей встрече не просочится в СМИ. Официально ее и не было. Конечно, ценность медали невысока. Твоя компенсация будет более весомой. Рид расскажет об этом во всех подробностях. Скажите мне, когда Суми вылечит? Не волнуйся, она выкарабкается. Так вы дадите мне знать? Пустите к ней поговорить. К сожалению, это невозможно. В интересах национальной безопасности все, что здесь произошло, будет засекречено. До новых встреч. Удачи тебе, Ви. Возможно, когда-нибудь твои услуги потребуются снова. Мы будем за тобой присматривать. Мы готовы к взлету. Она однажды спросила, поддержу ли я ее, если она накосячит. Я сказал, что иначе и быть не может. Она мне не поверила. Просто улыбнулась и покачала головой, а потом произнесла фразу, которую я помню до сих пор. Я потеряла всех друзей, когда ты меня завербовал. Сказала она. Не становись моим врагом, пожалуйста. Может, она тогда была права, что мне не поверила. Или я все-таки сдержал обещание. Я не могу. Медаль, которую тебе предлагали, Соми получила такую же после первого задания в ФРУ. Она отдала ее какому-то бездомному на 21-й улице. Тот, не глядя, прицепил ее к пальто и попросил мелочи. Кошмар, вы. Просто кошмар. Рид, если Майерс нас обманула, если Соми не спасут, значит, мы обрекли ее на жизнь, которая хуже смерти. Думаешь, я этого не понимаю? ФРУ спасет ее. Все будет хорошо. Мне надо несколько дней, чтобы организовать то, что мы обещали. Надеюсь, это не проблема. Я подожду. Несколько дней погоды не сделают. Ты летишь домой, Соми. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, как только мы с тобой ввязались в эту историю с ФРУ, у меня появилось какое-то странное ощущение. Как будто внутри растет страх, и голос разума все громче кричит, что мне надо бежать как можно дальше. Кажется, я наконец понял, что это было. Дай угадаю, ты все предвидел с самого начала, благодаря своей несравненной рокерской интуиции? Я думал, это настолько очевидно, что даже говорить не надо. Не все истории заканчиваются счастливо. Иногда ты остаешься с горой незаданных и неотвеченных вопросов. Эти вопросы будут мучить тебя, пока не сдохнешь. Что-то типа того. Совершенно точно. Да ладно тебе. Люди приходят и уходят, а тебе оставляют срач и вот эти неотвеченные вопросы. Такова жизнь. На какие-то ты находишь ответы, на какие-то нет. Надо просто смириться с этим, Джонни. Иначе никак. Эх, как ни старайся, в итоге все идет по пизде. Сначала Сабура, потом Юринобу, теперь Майерс. У тебя талант создавать проблемы для опасных людей. А если серьезно, что ты думаешь обо всем, что случилось в последнее время? Соми еще можно было спасти. Я сделал, что считал правильным. Правильным для тебя, для нее, для меня. Она выздоровеет. В итоге все будут в выигрыше. Все будут в выигрыше? Если ты в это веришь, что я Алина Малина? Давай без этого, Джонни. Тебе и так тошно, я знаю. Дело в том, что эта Сойка и Рид помогли мне, наконец, понять, почему я натворил столько хуйни. Почему сбежал из армии во время войны и объявил себя главным врагом о Росаке? Почему постоянно называл Керри тряпкой? Кажется, я наконец понял, почему мне жалка Рида, несмотря на все, что случилось. Потому что мы с ним похожи. Два идеалиста, которые не понимают, что из-за их убеждений погибают все, кто им близок. Нас отличает только то, что он верит в систему и играет по правилам. Только вот грань между идеализмом и наивностью, она, как бы это сказать, она охуенно тонкая. По-моему, вы вообще не похожи. Рид сделал все возможное, чтобы спасти Соми, пожертвовал всем, даже собой. А вот ты... Видимо, на самом деле я не стремился к идеалам, а просто пытался убежать от жизни. И что, до сих пор бежишь? Какая теперь разница? Я пока жив в некотором роде. Непонятно только, на кой хер. Неужели ты, наконец, засомневался в своих идеалах? Нет. Просто понял, что за нашими убеждениями стоит страшная правда, которую мы не хотим признавать. Ладно, хватит болтать. Вставай. Знаешь, Джонни, я рад, что мы поговорили. Ты изменился. К лучшему или к худшему? Пока непонятно. Идем, нам пора. Да уж, наконец-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok